Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Увидел этот видеоклип в твиттере вчера и просто не смог не поделиться им с тобой. Он меня так заводит. Я думаю, тебя с утра тоже заведет. Посмотри. Листая криптовалютный твиттер, я еще никогда не видел столько умных и богатых людей, долларовых миллионеров, которые так злятся и поливают грязью Ripple XRP сегодня. Их душит жаба за наш успех. Эти миллионеры пишут, мы должны ждать апелляции SEC, Ripple все равно придется заплатить штраф. И в то же время мы всегда знали, что Ripple придется заплатить этот штраф. Нам наплевать. Я всегда говорил об этом на своем канале уже более двух с половиной лет. SEC это агентство в Соединенных Штатах Америки, которое собирает налог на успех. Они собирают налог с успешных компаний, прежде чем им дадут зеленый свет для полноценной работы в Соединенных Штатах Америки. И в конечном итоге очередь дошла и до Ripple XRP. Но позитивное решение судьи для Ripple это освобождение зверя. Да, XRP наконец свободен от цепей. Дамы и господа, мы заслуживаем всего того, что нас ожидает. Потому что мы прошли худший период в истории криптовалюты. 2022 и 2023 годы это самый продолжительный медвежий рынок в истории биткоина. В 2015 году это было 386 дней, в 2018 204 дня и в 2022 году уже 490 дней. Если ты все еще здесь, если ты все еще держишь биткоин, ты точно получишь вознаграждение. И оно будет пропорциональным твоему терпению именно в такое время, как 2022 и 2023 годы и создаются победители следующего буллрана. Создаешься ты. И если ты пропустил мое вчерашнее позднее видео, я хочу напомнить тебе об одном отрывке из него. Посмотри. И как я уже сказал, я действительно считаю, что криптовалюта это международный актив. В будущем криптовалюта превзойдет любую другую валюту. Инвестиции в крипту, вместо того, чтобы инвестировать в золото, как защиту от инфляции, защиту от каких-то проблем в твоей стране или защиту от девальвации твоей валюты. Биткоин это международный актив, который люди могут выбрать в качестве альтернативы. За последний месяц Ларри Финг совершил невероятный разворот на 180 градусов. Ларри говорит о криптовалюте, как о международном классе активов, и у меня прямо-таки идут мурашки по коже. Мы знаем, что XRP это международный цифровой актив, как и говорит Ларри Финг. Он является трансграничным платежным средством. Это его изначальное предназначение. Мы знаем, что биткоин это международный цифровой актив. Он является трансграничным средством сбережения. Это его изначальное предназначение. И этот институциональный интерес BlackRock и других к этим активам принесет нам то богатство, которое изменит поколение. То богатство, которое мы с тобой заслуживаем. Фактически криптовалюта позволит нам опустить наши руки в карманы самых богатых инвесторов мира. Самых богатых управляющих активами мира. Таких как Fidelity и BlackRock. И в то же время мы, возможно, вот-вот получим долгожданную ясность в регулировании криптоактивов на территории США и ускорителем. Катализатором этого процесса стал Ripple XRP и его успех в деле против SEC. Из-за некомпетентности SEC президент и председатель комитета по финансовым услугам США Патрик МакГенри и конгрессмен Глен Томпсон выступили с заявлениями по поводу судебного решения по делу SEC против Ripple. Посмотри на их лица. Эти люди и сделают Ripple XRP первым регулируемым активом в США. Они заявили, что это решение судьи подчеркивает необходимость того, чтобы Конгресс установил четкие правила регулирования для криптоэкосистемы цифровых активов в ближайшее время. То есть уже в этом месяце. Решение суда предоставляет крупным институциональным инвесторам большую защиту, чем обычным американцам. Подобное происходит тогда, когда регуляторы, то есть SEC, заставляют именно суды, а не Конгресс, определять политику США. Наше всеобъемлющее законодательство о структуре крипторынка даст всем инвесторам, клиентам и участникам рынка те же давние меры защиты, что и на традиционных финансовых рынках. Решение судьи также намекает на то, о чем уже давно заявляли республиканцы из Палаты представителей. Существует предел власти SEC. По мнению суда, цифровые активы не могут быть ценными бумагами по своей сути, но при определенных обстоятельствах могут рассматриваться в качестве инвестиционного контракта, что и признает наше законодательство. Комиссия по ценным бумагам и биржам США не может продолжать применять подход, основанный на принудительном регулировании, что только вредит инвесторам и создает неопределенность на рынке. Наш законопроект о структуре рынка цифровых активов должен быть реализован и заполнить пробелы в регулировании, о которых говорится в судебном вердикте. «Мы по-прежнему привержены обеспечению, надежной защитой всех американцев в сфере цифровых активов, и мы с нетерпением ожидаем возможности продвинуть этот законопроект в нашей стране уже в этом месяце, в июле 2023-го». «Дамы и господа, эта победа Ripple является мощным катализатором для ясности регулирования абсолютно всех криптовалют в Соединенных Штатах. Всех этих проектов, стартапов, криптобизнесов, инвесторов, криптоброкеров, спотовых биткоин-ИТФов и этих криптовалютных бирж. «Поезд уже уехал, и кто же едет вместе с ним сейчас? Кто сейчас находится в поезде?» – вопрошает Роза Риос. Бывшая казначей Соединенных Штатов, ее имя находится на миллиардах долларовых купюр. Брэд Гарлинхаус еще в 2020 году заявил, что мы находимся на правильной стороне закона, а уже в 2023 году судья это подтвердил. Он подтвердил, что все это время мы, армия XRP, были правы. Ты был прав. И теперь настало время посмотреть, а что именно Брэд Гарлинхаус, Ripple и XRP хотят делать дальше. Какие новые достижения позволят XRP достичь новых исторических максимумов? 5 долларов, 10, 15 и даже 20. После принятия законопроекта от МакГенри и Томпсона, который заполнит пробелы регулирования в судебном вердикте, Ripple XRP станет первой в истории США криптовалютой, получившей регулирование в этой стране. А значит, он просто обязан стать лидером следующего криптобуллрана. Послушай, Брэда. Что будет дальше для Ripple и о чем мы думаем? Мы начали с корпоративных трансграничных платежей, но теперь у нас есть 4 направления будущего. Это рынок ликвидности, соответствие требованиям закона, хранение активов и токенизация активов. И Ripple действительно стремится стать чем-то большим, чем просто предоставление ликвидности трансграничных платежей. Я думаю, что мы будем расширяться в некоторых из этих названных областей. Либо органически, либо путем приобретения других компаний на рынках в тех странах, которые дружественны криптовалютам. На предыдущем заседании были представители из Швейцарии, например. Эта страна обеспечивает ясность для инвесторов на этом рынке. Путем этого расширения мы станем более крупной компанией. У нас на балансе сейчас более миллиарда долларов США наличными. И мы хотим направить их на органический рост внутри компании, а также и на неорганический рост за счет приобретения других бизнесов. Чтобы понять то, о чем только что говорил Брэд, нам нужно взглянуть на эту диаграмму от Роба Каннингема. Брэд Гарлинхаус заявил, что Ripple и XRP движутся к доминированию на рынке ликвидности. Также гендиректор сказал, что XRP стремится соблюдать нормативные требования в разных странах мира. А тем временем XRP является единственным цифровым активом в США с полным, полным, повторяю, соблюдением нормативных требований и нормативной ясностью после решения суда. Ripple стремится стать самым крупным криптокастодианом в мире. Вот зачем Ripple приобрела тот самый криптокастодиальный стартап Митака. Карты раскрываются. Ripple стремится и к токенизации активов, когда с помощью блокчейна XRP бизнесы и целые страны смогут токенизировать активы, ценные бумаги, недвижимость, землю и т.д. Дамы и господа, на криптовалютном рынке никогда не было равных условий для борьбы. Регулятор всегда давил крипторынок и криптоактивы в США. XRP только что выровнял эти условия. В то время как другие криптовалюты на прошлом булране обновляли исторические пики, на Ripple XRP подали в суд. XRP давили как только могли. Никто не помог. Все смеялись над XRP, над его инвесторами. Ripple сам себе помог. Ripple выигрыз эту победу. И тем самым оказал услугу всему этому криптовалютному рынку. Тем самым именно он и станет причиной еще не свершившегося нового булрана на криптовалютном рынке. XRP и BlackRock. Вот кто его зажжет. И это, по моему мнению, будет последний булран в истории криптовалюты. Который позволит каждому получить меняющее поколение богатства. Ведь затем, как я думаю, криптовалютный рынок станет настолько регулируемым и настолько масштабным и жирным, что получить 100 иксов за день будет практически невозможно. Это будет что-то похожее на фондовый рынок. И поэтому я убежден, что следующий булран станет последним шансом получить 1000 иксов. Изменить целое поколение. А меня зовут Богатейший Ди. И как всегда я рад каждому, кто посмотрел это видео и поставил лайк. Я благодарен каждому зрителю. И мы увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин